Хоба, привет, с вами доктор Влад опять и снова. Ну вот, комментарий очень интересный, тут про собак и кошек. Вот мне Елена Бровкина пишет, что они подобрали на улице больного котика, сделали ему операцию, вылечили. Вот, очень приятно. Ну, конечно, такие люди есть в России, их очень много, но... Ребята, разве вы справитесь, даже если вас действительно так много, и вы так заботитесь о животных, да, это нужно делать государству. Я всегда говорил, что государство узнается, вот приехал в город, да, если есть бродячие собаки, да, ну все, значит, это город никудышный. Ладно, потом вот еще тут Инна меня, вы видели, спрашивают, видели, как Жириновский вчера учил демократии на митинге? Ну, я на Жириновского не смотрю, что на него смотреть, клоуны, клоуны есть. Ну, подрался он там с кем-то, и, в общем, его послали. Вот, народ уже злой стал, вот в чем дело, вот это плохо, что народ злой. Тут вот мне кто-то написал, просыпается народ, ну, просыпается, ну, а дальше что он будет делать? Вот что он дальше будет делать? Хорошо, дальше что еще? Вот пишет, нужно заметить, что сотник всегда просит прощения за мат, он литератор. Ну, я не буду просить прощения, я просто не буду материться, вот и все. Вот, а то, что творится у него, вот у сотника, особенно когда прямой эфир, да, это вообще кошмар. Я когда проводил прямой эфир, несколько раз, я все моделировал, спевал как-то. Вот, ну, у меня, ребят, вот тоже еще кто-то, по-моему, он же пишет, что в России трудно не материться. Ну, а вы не в России сейчас, вы у меня в гостях, а я в Америке живу. И у меня маленький американский кусочек Америки, понимаете, на Ютьюбе. Вот, ладно, о чем это я? Ребят, новость нехорошая, вот прям нехорошая новость. Называется она «Трамп не исключил возможность удара по российским силам в Сирии». Вот так вот. И статьи на эту тему называются, что может быть скоро война, и может быть скоро война. Да. Ребят, я про Сирию не особо понимаю, что там происходит, в каком плане. Смотри, вот именно сейчас, да. Вот. Американцы предупредили, что если опять Сирия, да, правительство применит химическое оружие, вот, то они нанесут удар. Откуда американцы знают? Ну, ладно, может быть, что-то поступило к ним, да. Но, с другой стороны, если Сирия предупреждена, зачем бы им это делать? Вот самоубиваться, как говорится, об стенку, да. Потому что, если они это сделают, Трамп точно ответит. Правильно? Россия говорит, что это провокация, что якобы американцы сами будут химией травить народ. Ну, я в это не верю. Не верю. Просто не может такого быть, что сами ударили, а потом сверху еще бомбовый какой-то налет или ракетный. Понимаете? Какое у меня создается впечатление? Вот я тут буквально несколько минут назад говорил, что в России народ озлобленный, да. И уже все. Уже про Крым забыли, про Олимпиаду забыли, про Чемпионат мира забыли, какие крутые все, да. Народ озлобленный. Что-то с ним надо делать. Я думаю, что силами России устраиваются провокации в Сирии для того, чтобы начать воевать с Америкой. Вот. Сами понимаете, что если будет официально, ну, не знаю, официально, неофициально, но, во всяком случае, если будут боевые столкновения с Америкой, да, во-первых, это отвлекает народ очень сильно. Опять пендесы такие сякие, да, они враги России. А во-вторых, ну, можно просто устроить военное положение, и тогда не то что демонстрации. Вообще из дома носу не высунешь. И все будут раздавать по карточкам. По карточкам надолго хватит, ребята. Э, что вы думаете, там такие запасы есть. Заодно эти запасы, пока не разворовали, надо, ну, как-то реализовывать, раздавать, понимаете. Вот у меня такая мысль. Ну, так я говорю, там что-то вот готовится очень-очень серьезное. Потому что непонятно. Вот все абсолютно непонятно. Но, если смотреть на Сирию, то там стягиваются войска отовсюду. И Америка, и уже Франция вроде бы не против. Вот. Британия, само собой. И, с другой стороны, Россия тоже подтягивает туда какие-то противолодочные корабли на весельном ходу. И все такое прочее. Понимаете? Ну, это я шучу. Но у России ракеты есть, что говорить. И пустить они могут куда угодно. В общем, вот такое у меня... Такое... Нехорошее выступление. Нехорошее... Ну, а что я могу еще сказать? Вот недавно появилось, что Трамп, ну, типа он размышляет, но, скорее всего, учитывая его окружение, да, то могут просто Россию предупредить, что мы по вам бабахнем, если вы вмешаетесь. Вот такие дела, ребята. Доктор Влад с вами. На связи. Всего хорошего. Продолжение следует...